Сегодня я прочту небольшой отрывок Лоренса Стерна «Жизнь и мнение Тристрама Шэнди Джентльмен». Хочу сказать два слова сначала об этой книге. Она мне попадалась в детстве, но я начал читать, и читать её не смог. А отец мой её читал и всё время хохотал, и смеялся, и удивлялся. Наконец она мне попалась однажды во взрослом состоянии. Я начал читать, и то и читать не смог. Но обратил внимание, что она очень необычная книга. Хотя эта книга написана во времена Пушкина, и даже раньше Пушкина. Она была опубликована в 1760 каком-то году, или в 1773 году. То есть до 30 лет до рождения Пушкина. Она, тем не менее, написана так авангардно. Авангардно, как будто написана нашими современниками, которым нечего делать, они занимаются авангардом. Вот. Итак, в жизни мнение Тестра Мишени Джентльмена, но вначале небольшая импровизация овертёра на фортепиано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Достопримечательному мистеру Питу. Сэр, никогда ещё бедняга-писатель Не возлагал меньше надежд на своё посвящение, чем возлагаю я. Ведь оно написано в глухом углу нашего королевства, В уединённом доме под соломенной крышей, где я живу, В постоянных усилиях весёлостью оградить себя от недомоганий, Причиняемых плохим здоровьем и других жизненных зол. Будучи твёрдо убеждён, что каждый раз, когда мы улыбаемся, А тем более, когда смеёмся, улыбка наша и смех что-то прибавляют к недолгой нашей жизни. Покорно прошу вас, сэр, отказать этой книге честь, Взяв её, ну не под защиту свою, она сама за себя постоит, Но с собой в деревне. И если мне когда-нибудь доведётся услышать, что там она вызвала у вас улыбку, Или, может быть, можно предположить, что в тяжёлую минуту она вас развлекла, Я буду считать себя столь же счастливым, как министр, Или, может быть, даже счастливее всех министров, Но за одним только исключением, о которых я когда-либо читал или слышал. «Прибываю великий муж и, что более, к вашей чести добрый человек, Вашим благожелателем и почтительнейшим соотечественникам» — автор. Глава первая. «Я бы желал, чтобы отец мой или мать, А то и оба они вместе, Ведь обязанность эта лежала одинаково на них обоих, Поразмыслили бы над тем, что они делают в то время, Когда они меня зачинали. Если бы они должным образом подумали, Сколь многое зависит от того, Чем они тогда были заняты, И что делают тут не только в произведении на свет разумного существа, Но что по всей вероятности Его счастливое телосложение, Темперамент, Может быть, его дарование И самый склад его ума, И даже почем знать судьба Всего его рода, Определяется их собственной натурой и самочувствием. Если бы они Должным образом Все это взвесив и обсудив, Обдумав, Соответственно поступили, То я твердо убежден, Я занимал бы совсем иное положение в свете, Чем то, В котором читатель, вероятно, меня увидит. Эх, право же, Добрые люди, Это вовсе не такая маловажная вещь, Как многие из вас думают. Все вы, полагаю, слышали о жизненных духах, О том, что они передаются от отца к сыну, И так далее, и так далее, И многое другое на этот счет. Так вот, поверьте моему слову, Девять десятых умных вещей и глупостей, Которые творятся с человеком, Девять десятых его успехов И неудач на этом свете Зависят движений и деятельности названных духов От разнообразных путей и направлений, По которым вы их посылаете. Так что, когда они пущены в ход, Правильно или неправильно, Безразлично, Они в самотохе несутся вперед, Как угорелые, И, следуя вновь и вновь, По одному и тому же пути, Быстро обращает его В проторенную дорогу, Ровную и гладкую, Как садовая аллея, С которой, когда они к ней привыкнут, Сами черт подчас не в силах их сбить. «Послушайте, дорогой!» Проднесла моя мать. «Вы не забыли завести часы?» «Господи Боже!» Воскликнул отец в сердцах, Стараясь в то же время Приглушить свой голос. «Ну, бывало ли когда-нибудь Сотворение мира, Чтобы женщина прерывала Мужчину В таком дурацком... С таким дурацким вопросом? Что же, скажете, разумел Ваш батюшка?» «Ничего». Глава вторая. «Но я положительно не вижу ничего Ни хорошего, ни дурного В этом вопросе. Но позвольте Вам сказать, Сэр, Что он по меньшей мере Был чрезвычайно неуместен, Потому что разогнал И рассеял Жизненных духов, Обязанностью которых было Сопровождать гомункула. Идя с ним рука об руку, Чтобы в целостности Доставить к месту назначения Для его приема. Гомункул, Сэр. В каком бы жалком и смешном свете Он не представлялся В наш легкомысленный век Взором глупости И предубеждений, На взгляд разума При научном подходе к делу Признается существом, Огражденным Принадлежащим ему Правами Философы ничтожно малого, Которые, кстати сказать, Обладают наиболее Широкими умами, Так что душа их обратна Пропорциональных интересам. Неопровержимо нам доказывают, Что гомункул Создан той же рукой, Повинуется тем же законам природы, Наделен теми же Свойствами И способностью К передвижению, Как и мы Эх, что как и мы Он состоит из кожи, Волос, Жира, Мяса, Вен, Артерий, Связок, Нервы, Хрящей, Костей, Косновой, Головного мозга, Желез, Половых органов, Крови и флегмы, Желчни и сочленений. Является существом Столь же деятельным. На этом месте Выдрано Несколько страниц И началась И закончилась Не одна глава, видимо, И идет концовка Четвертой главы. Ну вот мы ее и прочитаем. Любопытно, как природа Распорядилась С этой Книгой, Вырвав несколько страниц И что из этого получилось. Я думаю, что Лоренцу Стерну Это тоже было бы Интересно. Совести, считаю, Чтобы не сказать хуже, Сделана из-за скрепков И обрезков Всех прочих. Она, правда, Достаточно хороша Для тех, кто на ней родился С большим именем Или с большим состоянием Или кому удалось быть Призванным на общественные Посты и должности, Дающие почет Или власть. Но это ко мне И относится. А так как Каждый склонен судить О ярмарке По собственной выручке, То я снова и снова Объявляю Землю Дреннейшим Из когда-либо Созданных миров. Ведь по чистой совести Могу сказать, Что с той поры, Как я впервые Втянул в грудь Воздух И до сего часа, Когда я едва В силах дышать Вообще Ну, по причине астмы, Схваченной Во время катания На коньках Против ветра Во Фландрии. Я постоянно Был игрушкой Так называемой Фортуны. И хоть я не стала Понапрасну Пенять на нее, Говоря, будто Когда-нибудь Она дала мне Почувствовать Тяжесть Большого Или из ряда Вон выходящего Горя, Все-таки Проявляя величайшую Снисходительность, Должен засвидетельствовать, Что во все Периоды Моей жизни На всех Путях И перепутьях, Где только Она могла Подступить Ко мне, Эта Немилостивая Владычица Насылала На меня Кучу Самых Прискорбных Злоключений И невзгод. Какие только Вы подали На долю, Маленького Героя И прочтем Хотя бы Цельную главу Под финал Главу номер Шестую В начале Предыдущей главы Я вам Точно сообщил Когда Я родился Но я вам Не сообщил Как Как это Произошло Нет Частность Это Припасена Целиком Для отдельной Главы Кроме того Сэр Поскольку Мы с вами Люди В некотором Роде Совершенно Чужие Друг Друг Было бы Неудобно Выложить Выложить вам Сразу Слишком Когда Когда вы Побудете Со мной Дольше Легкое Знакомство Которое Мы сейчас Завязываем Перейдет В короткие Отношения А последние Если кто-нибудь Из нас Не сделает Какой-нибудь Оплошности Закончится Дружба О Дием Парае Кларум О славный День Тогда Ни одна Мелочь Если она Меня касается Не покажется Вам пустой Или рассказ О ней Скучный Поэтому Дорогой Друг И спутник Если вы Найдете Что в начале Моего Представания Несколько Сдержан Будьте Ко мне Снисходительны Позвольте Мне Продолжать И вести Рассказ По-своему Если мне Случится Время От времени Порезвиться Дорогой Или порой Надеть На минутку Другую Шотовской Колпак С колокольчиком Не убегайте Но Любезно Вообразите По мне Немного Больше Мудрости Чем То Кажется С виду И Смейтесь Со мной Или Надо Мной Пока Мы Будем Медленно Трусить Дальше Но Слава Делайте Делайте Что Угодно Только Не Теряйте Терпение Пожалуй Еще Одну Главу Прочту Надеюсь Она Она Корот У У Глава Слава Богу Корот К В Той же Деревне Глава Седьмая В Той Теревне Где Жили Мой Отец И Мать Жила Повивальная Бабка Сухощавая Честная Заботливая Домовитая Добрая Старуха Которая С помощью Малой Толики Простого Здравого Смысла И Многолетней Обширной Практики В которой Она Всегда Полагалась Ну Не столько На собственные Усилия Сколько На госпожу Природу Приобрела В своем Деле Немалую Известность В свете Только Я должен Сейчас же Довести До сведения Вашей Милости Что Словом Свет Я Здесь Обозначаю Не Весь Круг Большого Света Ну А Лишь Вписанный В нем Маленький Кружок Около Четырех Английских Миль В диаметре Центром Которого Служил Домик Нашей Доброй Старухи На Сорок Седьмом Году Жизни Она Осталась Вдовой Без Всяких Средств С Тремя Или Четырьмя Маленькими Детьми И Так Как Была Она В то время Женщиной Степенного Вида Приличного Поведения Немногоречивой И к тому же Возбуждавшей Состраданием Безропотность Которая Она Переносила Своё Горе Тем Громче Взывала К Дружеской Поддержке Та Над Над Ней Сжалилась Жена Приходского Священника Последняя Давно Уже Сетовала На Неудобства В Которые Долгие Годы Приходилось Терпеть Паствия Мужа Не И 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 Ближе Чем За Шесть Или Семь Миль Каковы Семь Миль В Темные Ночи И При Скверных Дорогах Местность Кругом Представляла Сплошь Вязкую Глину Обращались Почти В Четырнадцать Что Было Иногда Равносильно Полным Отсутствию На свете Всяких Повивальных Бабок Вот Сердобольной Даме И Пришло На ум Каким Было Благодеянием Для Всего Прихода И Особенно Для Бедной Вдовы Немного Подучить Ее Повивальному Искусству Чтобы Она Могла Им Кормиться А Так Как Ни Одна Женщина Поблизости Не могла Бы Привести Этот План В Исполнение Лучше Чем Его Составительница Тоже На священника Самоотверженно Сама Взяла За дело И Благодаря Благодаря Священник 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 Принял Участие В этом Предприятии И Чтобы Устроить Все Как Полагается То есть Предоставить Бедной Женщине Законные Права связанными с нею правами, принадлежностями и полномочиями, какого бы то ни было рода. Эти последние слова, надо вам сказать, не совпадали со старинной формулой, по которой обыкновенно составлялись такие патенты. Эти привилегии и свидетельства, до сих пор выдававшиеся в подобных случаях сословию повивальных бабок. Они следовали изящной формуле Дидия, его собственного изобретения. Чувствуя необыкновенное пристрастие ломать и создавать заново всевозможные вещи подобного рода, он не только придумал эту тонкую поправку, но еще и говорил многих давно уже дипломированных Матрон из окрестных мест «Вновь представить свои патенты для внесения в них своей выдумки». Признаться, никогда. Подобные причуды Дидия не возбуждали во мне зависть, но у каждого свой вкус. Разве для доктора кунастрокия сноска, о вкусах не спорит, латинская. Это у великого человека не было величайшим удовольствием на свете расчесывать в часы досуга ослиные хвосты и выдергивать зубами посидевшие волоски, хотя в кармане у него всегда лежали щипчики. Да, сэр. Если уж на то пошло, разве не было у мудрейших людей всех времен, не включая самого Соломона, не исключая самого Соломона, а разве не было у каждого из них своего конька? Скаковых лошадей, монет и ракушек, барабанов и труб, скрипок, палитр, коконов и бабочек. И покуда человек тихо и мирно скачет на своем коньке по большой дороге и не принуждает ни вас, ни меня сесть вместе с ним на этого конька, скажите на милость, сэр. Всякое, нет, не всякое, какое вам или мне до этого дело? Всякое, нет, не всякое. Всякое, нет, не всякое.